салюта всем дорогие друзья с вами доты игра эмпириумфические войны 47 серия поехали так значит знаете что первую очередь я хочу из города дадоград выгрузить вот этого человечка мудреца на самом деле он там нахрен не нужен и знаете что я подумал мы его отправим в город эге и у нас там нет как раз философской школы вот пускай он там ее создаст вот так вот можно ее тут конечно же как-то качать еще что-то но мы сделаем похитрее мы просто создадим так теперь на счет у нас с вами давно с вами нету железа да и мы не можем его ни у кого купить у нас осталось два государства которые можно атаковать это пиони и библики давайте посмотрим что у них по железу 20 но давайте попробуем допустим одно железо давайте побольше срок сделки сделаем допустим в обмен на две пищи аж давайте вот 8 6 ладно 6 двигаем предложение то же самое сейчас сделаем с библики тоже одно сколько у вас давайте тоже одно железо в обмен на две пищи 6 окей вот так вот сделаем так дальше что у нас по мирным отношениям акции коней пока мы ничего сделать не можем ордийским царством тоже с новой македонии пока что тоже не можем окей это ждем так мигедос мы пока не штурмуем у нас вылеза на то чтобы отремонтировать города нету уж делать вот тогда это больно Ну хорошо, они удержались. Так, у нас новая технология открылась. Ну что, у нас 557. Наверное, воины с фалькатой. Хотя, вот честно говоря, воины с фалькатой. Ну да, там может быть конях откроются. Давайте попробуем. Будет 8. Так, ладно, окей. А это можно за 3 сделать. Это у нас тоже можно за 3 сделать. И это у нас тоже можно. То есть вот это получается за только очень дорогое. Вот это вот. Очень дорогое. Давайте, наверное, там медик попробуем открыть. Так, Вифиния нам 2 угля дает и 1 влияние в обмен. Но давайте мы традиционно будем пищей платить. Встречное предложение. Так, принять соглашение «Мир» от Ледаи. Ой, не верю, что я это делаю. Но да, согласен. Так, Ледаи, Библикия было принято. Пиония принята. Окей. Так, город Мегедос начал наконец-таки голодать. Счастье, да и только. Не верю, что я это делаю. Но да, друзья. Мир, следай. Я вынужден на это пойти. Потому что, к сожалению, у нас просто нету войск. Я просто не могу их восстановить. Вот в чем проблема. Так. Где у меня здесь башня? Вперед. Отлично. Кстати, башня тоже получила Блицквик. То есть она тебе может атаковать 2 раза. Блестяще. Забавный факт. Ладно. Прощаем коняху обратно. Для перейти реку без моста. А они? Тут тоже река. А, тут реки нету. Они могут прийти. Да, давайте воинов с топорами сюда перебросим. Станем здесь на пути. А, тут клетка не снабжается. Блин, тут же клетка не снабжается. Ой, что я... Почему я этого не увидел? Что клетка-то тут не снабжается же. Блин. Вот это я подставился. Я, главное, вижу эти кружочки-то вижу. Но я... Почему? Клетка же не снабжается. Чего я этого не увидел-то? Нет. Ну, блин. Если я так буду, конечно, хреново играть, то... Без комментариев. Так, все. Великосмин тоже перешел под наш контроль. Мы можем его починить. Я предпочтел бы крупные города. Давайте вот Кантанас починим. Вот. Так. Конюшня еще. Ну, конюшня-то есть железо, не нужно, чтобы выключить. Так, ну все. Смотрите, список уже не движется. Хорошо. Хотя бы уже осталось раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь городов. И этот список уже, так сказать, увеличивается... Ну, в смысле, уже нет возможности крутить. Хотя у нас еще Мегедос есть. Город, который нам еще предстоит брать. Нам еще предстоит брать город Мегедос. Так, тут продолжаем восстанавливаться до полного восстановления, так сказать. Мир с Ледаи, прикиньте. Просто у нас не хватило сил Ледаи уничтожить. Так, это что? А ты один остался? Да, ты остался один. Ну-да, давайте мы его здесь оставим, вот в городе Саркотель. Все, не будем уже его двигать. Так, до города, до нашей столицы передвигаем войска. Перебрасываем гоплитов и перебрасываем воинов. Но там надо дождаться, когда войска подойдут сюда. Подойдут войска, дальше уже можно будет, ну, как-то, как-то жить. Так, здесь у нас что? Так, вы однозначно восстанавливаетесь. Отходим сюда. Кто-то сделал. Кто-то меня перебросил, например, куда? Они столицу перенесли? Или город Кастри? Их раньше была столица вот здесь, вот город Арая, да. Столица была. Так, ну ладно, на самом деле, вот здесь у нас позиции хорошие. То есть, вот тут мы железно стоим. Около Бракитая тоже. Вот здесь вот я подставил войска. Очень, очень плохо, очень глупо я сделал. Было бы еще у него фуражер. Так, проблем, ну. Что поделать? Вот, соответственно, мы их отведем его при первой же возможности. Здесь... Ну, здесь вообще можно... Ой, не знаю. Можно в этой конях и просто сбегать. И некоторые территории взять себе. Чтобы у меня была видимость территории, да. И видимость, на самом деле, это хреновая. Ну, то есть, я вижу, что все не очень. Ну ладно, у нас есть башня, если что. Здесь, в принципе, башни мы можем... Если что, теперь она у нас в два раза может атаковать. Мы посражаемся. Сейчас к тому же будут эти самые... Кочевники создадутся во многих... Во многих городах. Города, которые создадутся в кочевниках, надо будет их разместить вот в городе Ника. И, ну, в первую очередь, Нику, конечно, укрепить. В первую очередь. Так. У нас ребята, да, с нами воюют. Высадиться бы так хочется. Объясните им, что стоит воевать с нами. По нелояльности, конечно, низкий. Ну ладно. Ладно. Конечку мы чиним. Что можем. Так, значит, здесь у нас осталось Мегедос и Дерис. Окей. Так, что у нас по здесь? Принудительный труд. Блин. Чё-то не знаю. Клад развития страны. Не знаю, прям хочется на самом деле... На самом деле, это просто в городах у нас строится строительство. У нас в городах-то ничего не строится. Особо бесполезно этот принудительный труд. Спартанское воспитание, это да. Мы его ни разу так и не... Вот это самое лучшее, что здесь есть. Оно офигенно. Оно и стоит-то, видите, дорого. 20 золота. Оно прокачивает. Невглаживание в два хода улучшает военные навыки. Да, это очень классная вещь. Мы ее ни разу не воспользовались до сих пор. Просто потому, что у нас нет у них приноя. Ладно, давайте ход. Мы постоянно находимся в состоянии войны. Если что, два хода. То есть, два хода войска не двигаются. В чем главное, как бы, если кто не понимает, в чем проблема. Два хода войска просто не двигаются. О, видали? Вот она, вот она сила кавалерии. Водят и водят они войска. Да, у нас много кочевников появилось. Хорошо. Так, предложение о сделке. Они два. Согласились, окей. Так, Орикос в рассаде, Медедос в рассаде. Войны с топорами голодают. Да, это моя вина. Так, тут. Кочевник. У тебя сразу же первый бой. Вперед. Отлично. Валютное превосходство города Орикос. Может, какого-то его взять? Да, есть! Я рискнул, и это сработало. О, Орикос. Поленский. О, Орикос. И какое счастье, что город Орикос нам не надо чинить. Отлично. Так, что у нас тут? Я не могу их отвезти теперь. Все. Застряли, ребята. Паяли, да? Это же надо, да? Так. Прав. Но это плевать. В любом случае нам надо восстанавливать войска. Так, давайте перебросим кочевников в город Ника. И вот этого кочевника тоже в город Ника перебросим. Тут мы тоже восстанавливаем войска. Тут восстанавливаем войска. Так, вот тебя. Я же тебя перебросил. Ты сказал, уйди отсюда куда-нибудь. Куда подальше. Так, ну тут башня стоит. Окей. Останавливаем коняху. Это мне очень не нравится. Такое ощущение, как будто здесь они атаку планируют. Вот поэтому они сюда и войска подтянули. Города Алорос. Кстати, вообще здесь обидно, что на самом деле здесь река так проходит. Тут что-то... А! Подождите, здесь смотрите-ка, что получается-то. Ой, как тут всё запутано. Тут река то ли берётся из этого озера, то ли впадает. Скорее всего, впадает сюда. А идёт она откуда? Вот отсюда. То есть вот такая вот река, которая идёт здесь, ещё отсюда впадает. И отсюда. То есть здесь три реки вот так вот сливаются в одну. Дальше она проходит сюда. Здесь вот это всё. Вот здесь вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Вот так. И впадает в это море. Ни хрена себе. То есть здесь река вот так вот такую спиральку делает своего рода. Да. К такому жизнь меня, конечно, не готовила. Так, ну чё, последний. А, у нас уже всё, высота прошла, окей. Ни хрена, почему никто здесь не идёт? Я же отдал приказ идти в столицу. Почему вы стоите на месте? Почему никто не идёт? Что происходит? Так, буду сейчас у каждого проверять. Вот, пожалуйста, тоже стоит без дела. Вперёд, ребята! Вы что? Мы же все готовимся. Мы все рассчитываем на то, что вы должны идти. Должны спешить на помощь. А вы тормозите так. Так, поселенец у нас... Девять, десять... Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать... Через четырнадцать ходов он дойдёт до города Зарланай. Ну, хорошо. Так, тут у нас войска. Здесь, где какие надо восстанавливать, восстанавливаем. Да. Так, всё, здесь уже восстановлен. Восстановлен. Подойди-ка поближе к генералу, на случай, если он забунтуется, чтобы его можно было убить сразу же. Так, здесь восстанавливаем. Мегедас мы пока что просто в осаде держим, да? Нам ничего пока не нужно. Окей. Так. Агриньо. Давайте починить город Агриньо. Ну, вот так потихонечку, потихонечку. А, вот, кстати, я хамати не могу починить. Да, он стоит совсем мало. Починка этого города, отлично. Так, осталось шесть городов. Но Иройка, Серифас и Эликосми, это крупные города, которые... Ну, ладно, окей, Эликосми нет, но вот Серифас. 3,7. Иройка вообще 4,5. Будет долго. Сколько надо будет лечить. Так. Что у нас по... Так, Новая Македония. Пока нету возможности. Ордейское царство. Нет возможности. Нет возможности. Средаи, да, как бы это просто не звучало, но... Средаи... Хе-хе-хе. Мы это самое. По-хорошему совместную военную кампанию надо проводить против Ардейского царства. Ну, это пред, конечно. Ладно, пока следаи временный мир. У меня просто нету возможности сейчас здесь не с этим кочевником. Вот просто одного кочевника они наняли, и всё. У меня нету уже никаких возможностей. Вот. Не, ну, по-другому, конечно, можно было, понятно, его уничтожить. Тут всё это взять. Ну, просто... Сейчас не до этого. Просто пока плевать. Мы потом займёмся. Так, ну что. Ход. Ну да, давайте ход. Уровень счастья, кстати, падает потихонечку. Они просто уничтожили город, и всё. Наконец-то он хоть принудительно вошёл на границу снабжения. Блин. Да, Новая Македония, я согласен. О, мирное соглашение с Ордийским царством. Да. Всё, есть. Так. Слушайте, сколько государств инициировало переговоры. Смотрите, разные государства инициировали разные переговоры. Для того, чтобы мы это самое... Да, переходим со всеми в состояние мира. О, Мегедос перешёл к нам. Отлично. Ходикос был полностью разрушен. Так. Внезапно, друзья, ситуация резко улучшилась. Так. Ну всё. Временно пока что вот так вот у нас ситуация встала. Ну. Ну что, друзья мои. Давайте подведём небольшой итог. Короткой войны с Ордийским царством. Ну, в принципе, какие-то территории захватили мы, какие-то территории захватили они. Глобально, глобально мы обменялись городами. То есть они захватили город Гамфой. Я перехватил у них Танаку. Вот этот город Аликос. Мы, ну, как бы, формально территория осталась за ним, но вообще город разрушен. Вообще, если честно, мы больше проиграли, чем выиграли. Так-то, по идее. Но, правда, у нас вот здесь вот была через полосица, которую мы ликвидировали. Для нас это, безусловно, плюс. Так, здесь мы восстанавливаемся. Так, тут. Построить школу. Лояльность города улучшилась на 30%. Замечательно просто. Просто замечательно. Так, здесь все войска у нас сразу же должны восстанавливаться. Это абсолютно однозначно. Ладно, пока что, ну, в принципе, план плюс-минус сработал. Мне это отсрочка, только на руку. Так, город Мегедос. Очень крупный город. Перешел под наш контроль. Это... Причем, его не надо чинить. Это просто отлично. Так, ну, у нас вот здесь вот еще сейчас будет война. Давай, фигач. Остался последний город. Дедис. Который мне надо вернуть себе. Так, конеху мы прикончили. Рах. Ну, че? Пожертвуем немножко золота. На то, чтобы... Ну, последний вот город, который не хочет возвращаться. Так. А, нет, давайте с крупных городов. О! Я могу и Ройка починить город. Отлично. Очень крупный город, который нуждается... Давно уже нуждался в том, чтобы я его починил. Окей. Так. Продолжаем восстанавливаться. Здесь продолжаем восстанавливаться. Здесь уже теперь атака начала восстанавливаться. Параметр атаки. Так, ну, тут ребята идут конвоями. Окей. В принципе, уже пора здесь будет скоро принимать около... Около города Дадаграм. Так, ну ладно, все окей. Друзья, это уже... Уже все хорошо. Так, тем не менее 810 рабов у нас. Это очень хорошо, кстати. Так, соревнования. Да, давайте соревнования проведем. Новый юнит распоряжения и копейщик. Это сейчас мы посмотрим. Так, и знаете, что я хочу? Я хочу провести таки спартанское воспитание. Все. Так, вот. Воины рядом с городом Едас получили... Вот, смотрите, сколько всего. Воины, захватчик городов, конница, продрома, разведка. Воины, еще от этого воинов разведка и пельтаста разведка. То есть у нас 3 отряда получили разведки, и еще один отряд получил захватчик городов. 4 отряда у нас прокачались. 4. За 20 золота. Это очень выгодно. Так, у нас, конечно, может быть не там, где нужно прокачалось это все. Но это не суть. Так, а у нас новый юнит, копейщик. Где он появился? Вот он. 5 копейщиков. Так, мы его перебросим. Давайте его в Чармидию перебросим. Нам нужно укреплять. Так, ну что, друзья, у нас резко улучшилась ситуация. Оптимизм. Не, ну так мы, может быть, даже жить сможем. Слушайте. Нам осталось починить 5 городов. Самые тяжелые крупные города мы починили, в принципе. Появился шанс. Мы сейчас, к тому же, здесь еще кучу войск напрягоним. Вот. Дальше, может быть, если нам опять объявят войну артийское царство, я сам пока что не буду им объявлять войну. Нам, я уже говорил о том, что нам нужно перестроить экономику. Нам нужно, елки-палки, наконец-таки, нанять, открыть хорошую мощную ударную кавалерию, прокачать ее, прокачать конюшни, построить эту кавалерию. Вот тогда мы сможем фигачиться. Нам нужно нормально. Потому что воевать кочевниками, это просто смешно. На такой стадии игры. 166. Кстати, можем провести освобождение рабов. Теоретически. У нас есть такая возможность. Пяточку рабов распадили для того, чтобы поднять уровень счастья. А че у нас по уровню счастья? Потому что, в принципе, мне плохо им на уровне счастья. Но вот нахуй. Да он у нас и так высокий. 166 вполне нормально абсолютно. Можно опять войну. Войну леда и вновь объявлять. Не, на самом деле, сейчас пока что мир. Мы, по сути-то, воюем только с одним. С Родосом. Вот последний город я получу. И я могу и с Родосом замириться. Мне это уже похрен будет. Я могу и с Родосом замириться. Так, ну вот. Уже что-то. Нас, называется, зауважали. Да, смотрите. Бесславные военные действия. Ушел. Ушел этот статус. Вообще, на самом деле, у нас с Ардейским царством теперь-то хорошее это самое будет. Смотрите-ка. Потому что объявлена война. Сейчас этот фактор уйдет. И дальше мы с ними будем в хороших отношениях. А у нас со всеми так ушел этот фактор? Ну-ка. Нет. Вот еще. А, бесславные военные действия. Вот она всем фишка. То есть я когда сейчас Ардейскому царству я навалял. А я ему, откровенно говоря, навалял. Потому что, на мой взгляд, тут все однозначно. Кстати, смотрите-ка. Ардейское царство вообще-то, кроме леда, и больше ни с кем не воюет. Вот. Потому что Ардейское царство-то пострадало от меня. Честно говоря, то есть, может быть, какую-то территорию я и сдал. Хотя, на самом деле, ну, тут такой спорный момент. Вот. Но факт остается фактом. Я у них прилично войск накосил. Там несколько отрядов кавалерии 3-4 я точно положил. Они, конечно, тоже мне один отряд коняхи положили, по-моему. Но я у них-то 4 безвозвратно, по-моему, забрал. Ну, посмотрите, вот последние две серии, кто смотрел. Может быть, там, залпом подряд. Вот. И кто, может быть, внимательно следил за этой статистикой. Или сейчас пересмотрите на комментариях. Так, ну что, давайте ход. Главное, конечно, чтобы кто-нибудь меня сновь в войну не объявил. Хе-хе. Ну, бывает. Ордийское царство отводит, да, свои войска. От нашей границы. Блин, я про этих копейщиков забыл. Так, новую технологию мы открыли. И... Теперь мы... Горица, сада. Ну, это все очень классные вещи. У нас уровень знаний не такой уж и высокий. Так что давайте-ка мы, наверное, пока что отступление прокачаем, чтобы покопить уровень знаний. Так, предложение о сделке. Железо на пищу нет. Икония, видимость городов, видимость клеток. Ну, ладно, окей. Просто ради того, чтобы улучшилось взаимоотношение. Так, а тут-то у нас что с копейщиками? Елки-палки. Я же забыл их. У них что-то там восстанавливать надо. Так, мемориал. Нет производства, нет потребления. Ну, тогда пускай стоит. Мне не жалко. Так, у нас к столице подходят отряды. Это хорошо. Этот отряд, конечно, героический. Отзащищался. Так, здесь мы продолжаем восстанавливать войска. Такие есть. Отряды воинов. Уже качевник. Качевник. Ну, как-то так. Хорошо. Так, что у нас здесь? Последний город-то. Дерес. Ну, возьмем мы его, нет? Ну, никак, зараза, не берется. А атаковать его я не хочу. Не то будет. Ладно. Так, Серифос я почти не могу. Декосми не могу. Лора. Давайте Куару починим. Она уже давно нуждается в том, чтобы ее починить. Четыре города осталось. Так, продолжаем восстанавливать войска. Долгый очень этот процесс, конечно, восстановления войск, но вы сами видите. Поэтому. Вот тут у нас, конечно, уже все. Войска сейчас будут быстрее двигаться. Туда немедленно двигаются. Видите? Застревают. Но ничего страшного. Дальше они пойдут активно за счет того, что нас Тениц уже построил каменную дорогу. Так, здесь все хорошо, здесь все хорошо. Здесь войска мы пока что восстанавливаем. Качевники обороняют города. Так, ну ладно, мы следаи пока воевать не будем, хотя очень хочется, конечно. Блин, вот никак, последний город никак не перейдет. Перес. Зараза такая, хочет возвращаться. Мегедосом он вернулся. Кстати, между прочим, надо поставить солдата на эту клетку. Так, ну что, друзья, давайте мы на этом закончим. В принципе, ситуация значительно резко улучшилась. Это вот прям реально. Очень хорошо, очень, очень круто. Итак, значит, нам, во-первых, мы заключили мир со всеми, практически, кроме Родоса. Вот. В принципе, нам удалось удержаться с Ордийским царством. Кстати, между Ордийским царством мы можем торговать, да? Да, давайте-ка вот что мы сделаем, последнее. Я хочу попробовать. Давайте-ка купим железо у всех. Десять железа. Давайте. Пища и древесина. Значит так. Семь пищи и... Ну, шесть древесины. Предлагаю. Так, это пиония, вифиния. Мы же со многими-то можем торговать. Теперь древесина. Давайте. Мне не жалко. Так, новая Македония. Да, вы скажете, доджи, ну, как тебе не жалко. Ты же понимаешь, что ты потенциально по их, так сказать, улучшаешь своих потенциальных врагов. Да, соглашусь. Но дело в том, что мне сейчас... Для меня важнее сейчас решить конкретно насущные вопросы. Так, кипония. Так, я всем предлагаю... Всех предлагаю купить железо. То есть, на кто там согласится, кто не согласится, уже будем разбираться по факту. Нам железо в любом случае не будет такого, что... Не будет такого, что... Не будет такого, что у нас железо будет лишнее. Нет. Это однозначно... Однозначно нет. Все. Я выдвинул кучу предложений. Надеюсь, что в следующий раз мы железо у кого-нибудь докупим. Так, ну что у нас сегодня? Сегодня у нас итоги. Статистика. Итак, давайте посмотрим. Значит так, по экономике. Мы восстановили докризисный уровень. С чем я вас поздравляю. Показываю вам также список. Ну и показываю чисто графики. Мощь армии. У нас она растет. Кстати, видите? С пиковых значений, когда готовилось Ордийское царство к войне с нами. Мы им все-таки дали. А у нас-то возрос уровень. Дефиния, кстати, резко увеличила количество. Количество городов мы вернули до седа, до докризисного уровня, до гражданской войны. А вот Ордийское царство подупало немножко. По ресурсам. Ну, здесь мы уже давно новых шаг не захватывали. Ну да, в принципе, сейчас война шла чисто за территорией. Без этого самого. Опять-таки список. Атаки. Ну, у нас, да, естественно, была война с Ордийским царством. Отсюда у нас большое количество атак. По потерям. Ну да, видите, у Ордийского царства. Жух, резко поднялись потери как. Как у Македонии, кстати, и вот у Ордийского царства. Опять-таки, дипломатия. Здесь мы сейчас, да, вышли на мир. То просто отлично. А то мы уже не со всеми воевали. По размеру страны мы, опять-таки, вернулись на докризисный уровень. Ордийское царство встало пока что. Население. Мы, ну, российски уже идем на 3 миллиона. К 3 миллионам приближаемся. Опять-таки, у нас увеличение. У Ордийского царства даже небольшой спад. Уровень счастья. Да, по уровню счастья рухнуло и Ордийского царства, и у нас, за счет войны. А вот Ледая, наоборот, за счет того, что они заключили мир, у них уровень счастья вырос. Но факт остается фактом. Мы все-таки все еще на третьем мире. Так, ну и по уровню развития. Да, вот здесь вот у нас все хорошо. Ордийское царство от нас достаточно сильно отстает. Как-то так, друзья. Ну что, в общем-то, все. На соревнования, кстати, мы провести. Но это будем уже проводить в следующий раз. Вот. В целом, на этом мы с вами заканчиваем. Кстати, у нас уровень золота может падать. Из-за того, что у нас слишком много войск. Это тоже такой момент, кстати. Мне, кстати, интересно, а башня, что живет золото? Или... Да, она потребляет одно золото. Окей. Вот. Ну, в общем-то, как-то так, друзья. Давайте на этом с вами закончим. Я вам всем говорю большое спасибо за просмотр. Значит, что в дальнейшем? В дальнейшем мы с вами должны восстановить вот эти вот... Как это называется? Скажите, я скажу. Города. Три города нам осталось. Ну, еще будет Дэдис. Пятый. В общем, нам надо все дело восстановить. После этого мы пригоним уже к этому времени кучу войск сюда. Ну, и дальше, наверное... Ну, не знаю. В принципе, тяжелая будет война с ардийским царем. Просто войска, если есть, то их надо использовать. Глоба будет их оставлять. Хотя можно их и оставить. Если у нас будет баланс по золоту положительный. То есть мы больше будем получать золото. Даже при таком количестве. Ну, часть войск можно распустить. На самом деле. Какие-то вот там кочевников. Все. Их можно распустить. Вот. А потом, наверное, мы все-таки займемся переходом на кавалерию. Потому что мне очень хочется это сделать. Это как будет жалко распускать вот хорошие, качественные войска. Ну, вот, например, вот этот от воинов. Его не жалко будет распустить. Он не прокачанный абсолютно. Его можно хоть сейчас распускать абсолютно спокойно. То есть мы потом вот такие вот войска. Пустые, полупустые. Кочевники, которых всего лишь следа будет прокачан. Вот. Мы их потом будем распускать. Их не жалко. Ну, и формировать уже армию из кавалерии, которую мы будем прокачивать уже заранее в тылу. Ну, в общем-то, как-то так. Все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Дуды. Всем удачи и всем пока.